Время открытий пришло. Буквально каждый месяц ученые дают жизнь новым изобретениям, зачастую фактически бесполезным. К появлению новых гаджетов все привыкли. Казалось бы, удивить общество сегодня невозможно. В ошибочности этого мнения убедилась моя коллега Ольга Трегубова. Накануне в редакцию ВТВ обратился мужчина с грандиозным открытием. Сабир Шамилов специально приехал из Мартыновского района, чтобы поделиться находкой со всеми. Что удивляет, изобретение никак не связано с инновационными технологиями. Итак, внимание, материал об открытиях Сабира Латифовича. Уважаемые граждане россияне, я сделал эти монологические открытия, над которым занимался 17 лет. Вы будете гордиться, что вы граждане России. Плоды своей 17-летней работы Сабир Шамилов бережно держит в руках. Записи напечатаны на разноцветном принтере не просто, чтобы привлекать внимание. Каждый цвет тщательно подобран интуицией новоиспеченного этимолога. Впрочем, силы свыше подсказывают не только тон чернил, но и сам текст. Как появилось его открытие, толком не может разобрать даже сам Сабир Латифович. Но то, что это некий волшебный дар, у него сомнений нет. У меня какой-то дар. Я сам не думаю об этом, а с самой мысли приходят. Вот первые работы мои, как будто кури ходили, теплята ходили по моим этам. Ночью стоять в темноте пишу. Откуда приходят? Откуда приходят? Я откуда? Суть важнейшего открытия Шамилова заключается в существовании древней цивилизации РУС. По мнению инженера по образованию, фермера по жизни и ученого по призванию Сабира Латифовича, китайская, тибетская, греческая цивилизация и Атлантида – это плод культуры РУС. В доказательство этому первооткрыватель нашел более 270 аргументов. Мною сделаны открытые, равносильно открытые ядерные энергии, и о мирных целях использовании. И больше, чем тактика с трагедическим значением, ядерное оружие сдерживание. Она смыслом до того велика. Но главной заслугой Сабир Шамилов считает то, что он нашел родство среди народов. Связь национальности подтверждает как раз письменность цивилизации РУС, которая была построена по математическим принципам. Буква, цифра, слово, фраза. Кстати, читали в те времена и слева направо, и наоборот. Сабир Латифович расшифровал почти все базовые слова русского языка. И я разоблачил слово демократия, что это не французское, не греческое слово, а цивилизация РУС. Она означает, что речь солнечная говорит добро. Турок по национальности Сабир Шамилов утверждает, что русский язык куда более тюркский, чем турецкий. Поэтому он так легко расшифровывает послание цивилизации РУС в современность. Согласно его концепции, слово «зеркало» означает «отражение от берега». И с этим вполне можно согласиться. Вряд ли древние цивилизации видели себя где-то, кроме отражения в воде. Кроме того, Сабир Латифович считает, что русский язык построен как система. Как надо жить и мыслить. Все правила заключены в самой речи. И вообще изобретатель назвал Россию самой совестливой страной. А значит, в случае бедствий жизнь останется только здесь. Но пока Сабиру Шамилову необходима помощь. Куда не ходишь, деньги, деньги, деньги. А для научных работ и для начинающих деньги это финансы поют, как романсы говорят. Я хотел бы, чтобы мне помогли сайт создать, ученых подключить этимологию. Круг людей, Министерство обороны. Чтобы быстро, динамично развивалась Россия. Решался о жизненной вопросе. Не мечтами люди жили, что завтра, а сегодня. Только было у людей стремление к новым вершинам знания. В перерывах между исследованиями житель Мартыновского района пишет стихи и даже новый гимн Российской Федерации. В будущем Сабир Латифович планирует запатентовать свое открытие и печатать книги. Этимолог по призванию уверен, что заслужил даже Нобелевскую премию. Но, несмотря на всю любовь к стране, в его случае все упирается в деньги. Ольга Трегубова, Иван Иванков. Новости ВТВ.